Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Бадабум... Так, в смысле? Ребята, всем большой привет, вы на моем канале iRoblox Queen. Это кто вообще? А ты думаешь, что делаешь? Мальчуль. В общем, королева пришла, поэтому мы начинаем этот видеоролик. И сегодня мы будем тестировать продукцию от Влада А4. Перейдем к сути видеоролика. Мы с Бадабумчиком будем пробовать разную продукцию от Влада А4 и давать ей свою оценку. Интересно, понравится ли нам что-то, а может быть и нет, а может быть и да. Также, если вы думали, что это все и мы будем просто пробовать, то нет. Потому что я подготовила для Бадабумчика два пранка, кстати, тоже от Влада А4. Посмотрим, как он отреагирует на это и что скажет и вообще попробует ли он эти пранки. Смотреть до конца, чтобы узнать и не пропустить. Ну а мы начинаем! Ну, ребята, а перед началом этого видео не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И также написать в комментариях, что же мы еще можем продегустировать еду. Какого блогера или может роблокс-боксы? Кстати, да, в комментариях постоянно писали по поводу роблокс-боксов, поэтому, ребятки, напишите обязательно в комментариях и доживем ли мы до конца этого ролика. Потому что мы учтем один важный фактор, мы не будем прям наедаться в хлам, но я себя буду контролировать, по крайней мере. Ну, мы будем пробовать прям по маленькому кусочку, чтобы сказать вам вкусно или невкусно, понравилось нам или нет, дать оценку. Ну а потом уже перейти дальше. А на всю эту продукцию мы потратили целых 9 тысяч рублей, и вы только посмотрите, какой огромный чек. Это чисто половина тебя, реально, кстати, без рофла, говори. Ребятусик, вы знаете, он просто продавщица смеялась с нас, когда вот этот чек увидела. Ну что ж, мы начинаем нашу дегустацию, и давай ты первый выберешь, что мы будем. Я первый, я не знаю, на самом деле. Я бы начал с чего-нибудь, знаешь, лайтового, вот, пример, сухарики бы взял, вот, с самой базы из БАД, просто. Сухарики, которые называются пиратский холодец. Чего от них ожидать, я не знаю, но мне кажется, это что-то с хреном, потому что тут нарисовано. Что? Хрен. Все, давай в этом выпуске без мерзости, без вот таких рыганий всяких, вот договоримся. Вот зафиксировали, ребята. Ребята, вот просто... Одного рыганий в этом видео не будет, вот это мы обещаем, все. Вот просто вставьте сейчас монтажера момент, где у нас это было в этом ролике. А зачем вставлять это и так будет? Ладно, все. Нет, не будет, не будет. Переходим к дегустации вот этих сухариков. Ты как открываешь? Как? Тебе не учили сухарики открывать, смотрите. Вот, по красоте просто. Лицы какие-то, короче. Ну давайте тестим. Сухарик. Он очень острый, что ты выбрал? Он прям, ну, с перчинкой. Куда ты ешь, нет? Мне на самом деле очень нравится, потому что он такой насыщенный хрен. Насыщенный хрен. Давай перейдем к оценке сразу, вот с лету просто скажу 9. Я бы, наверное, оценила на 7, потому что просто я лично такое не очень люблю. Но это вкусно, может быть, другим вот. Ну я просто ожидал, что они будут какие-то типа, да, резины. Но тут прям реально насыщенный вкус, поэтому лайк отставлю. Переходим дальше. И я после этих сухариков, на самом деле, захотела попить. Туалет? Нет! Я что-то захотела попить. Поэтому я думаю, что мы попробуем вот такой вот холодный чай с малиной. Я его уже заранее заприметила, потому что он красивый такой, да? А как же с анунасом? А, да! Ура! Да, мы будем пробовать напиток с малиной и клубникой. Тут, видимо, и называется это все ягодный рэп. О, рэп! Давай рэп прочитаем. Это не это. Я умею! Меломаны, приготовьте сразу свои уши, я вот предупреждаю. Сейчас будет плохо. О, кстати, давай вот рэп Влада 4. Ребята, кто знает, у Влада 4 вышла новая песня. Давайте ее строим. Ребята, кто научился считать считалочку, пишите в комментах обязательно, потому что я еще нет. Мы подготовили для этого видеоролика трубочки. Я заказывала и потратила свой бюджет, а он ничего... Стой, не тряси, не тряси, реально не тряси. Стой, что с трубочкой? А это, видимо, вот так вот надо. Ну, мода. Блин, знакомый, кстати, вкусный. Итак, ну что ж, переходим к оценке этого лимонада. На самом деле, мне он довольно понравился, я ему поставлю 8. Просто, ну, просто 8. Знаешь, на самом деле, тут это же холодный чай, да? Как бы он должен быть холодным. Если бы его поставить немножко в холодильник, он там постоял, наверное, даже девяточка была бы, да? По сути, мы его перевозили без холодильника, типа, ну, я поставлю семерку. Вкус хороший, как бы. Я думаю, опять же, тоже какая-то, знаешь, будет разбавленная вода. Но здесь прям, ну, молодцы, ребята, молодцы. Как бы, по домумчику угодили. А, ну, ребята, если что, я готов открыть сотрудничество, как бы, вы обращаетесь, вот, без проблем. Ну так, давай, let's go, мне приглянулась вот эта упаковка. Кукурузные шарики, карамельный улет. Давай, бери и улетовый отсюда эскадр. Нормальный. Ребята, вот он постоянно хочет меня эскадр, вот это вытручить. Это мой канал, мой. Потому что ты надо мной издевалась, когда эти 24 часа в Дубае говорил, да. Да, ну, неправда. Ты меня вообще оставил на берегу. Вообще-то, ребята, кстати, если вы хотите видеть ролик, где Квинка говорит мне 24 часа, да, напишите в комментариях и поставьте лайкосик, я знаю, вы хотите этого. Так, вкусно пахнет, я хочу это попробовать. Ну, кстати, да, давай. Я хочу прям. Вот это прям мое. Стой, стой, ты не ешь столько много, у нас еще тестите-тестите. Все, давай, в сторону откладывай. Он говорит, мне не есть, чтобы самому здесь все. Я не знаю, я 10 ставлю, вот сразу десятка, просто, ребята. 10, ребята, мне очень понравилось, я бы сейчас всю эту пачку бы съела. Запомните, карамельный улет, реально рекомендую. Я бы прям очень хотела это сейчас все съесть. Но из-за того, что у нас очень много товаров, надо попробовать все, иначе нам будет плохо. Ну, да как мы будем, по-базому сейчас, наверное, какой-нибудь напиток, опять же, да, выберем? Я бы, наверное, взяла бы какой-нибудь, вот, фанта-монстры. Да это сейчас окажется просто обычной фантой и все, что еще. Это просто фанта, ребята, я не знаю, ну... Ну, это фанта, ребят, ну, фанта-монстры, наверное, просто фанта. Правда, мы, скорее, после этой фанты можем стать монстрами, но я не знаю. Ну, я ставлю оценку, наверное, 7, просто потому что это обычная. стандартная фанта, ничего необычного? Ну, я в целом тоже сам. Просто вкус уже как бы приевшийся, я ничего не имею против фанта, но уже поднадоело. Типа семерочка, типа, ну, обычная фанта, реально. Я обычную бы фанту оценил, наверное, в семь. Переходим дальше и ба! Это кранчи-чипсы-сыр. Кранчи-чипсы, наверное, должны хрустеть очень-нибудь. Ну, пахнет сыром, но похоже с виду на крекер обычный крекер. Это реально как крекеры выглядят. Ну, по вкусу, на самом деле, обычный крекер с сыром, ну, я бы поставила, наверное, тоже семь просто. Ну, это же, по сути, печенье, да? Это кранчи-чипсы, но, на самом деле, если оценивать их как чипсы, то скорее я бы поставила, наверное, пять, потому что для меня это просто крекер. Короче, ребята, если это как печенье действительно расценивают, ну, не знаю, шесть. Ну, ладно, если ты смотришь этот ролик. Мы тебя любим! Да, это шесть, я имел в виду, поставил бы, если бы вел себя плохо, так десять. А ты сколько ставишь? Конечно же, я поставила бы пять, если бы была, ну, если бы, ну, короче, десять. Молодец, все, давай, дальше едем. Ребята, на клипе три с половиной миллиона, кто не посмотрел, ссылочка в описании. Скорее, смотрите, ребята, давайте добивать четыре миллиона, пять миллионов, шесть и восемь, девять. Если не добью, кстати, у нас же будут сходки-концерты? Да. Ребята! Бамс! А сейчас я вместо напитка хочу вот что-то из этого. А давай попробуем. Вооот. Это вообще-то сладкое? Это вообще не еда. Набор с подарком. Что там? Что там? Что? Таблетка? Что? Таблетка от кринжа. Влад, четыре, спасибо за таблетку от кринжа. Нам, кстати, не помешало бы. Наверное, да. Или от мерзости, наверное. А почему она одна? А что это такое? Это только для тебя или что? Реально, это какая-то... Это какая-то карта. Это карта, а где выход отсюда? Это расписание. Ребята, вот ты ходишь в школу? Да, конечно, не прогуливаю. Вот, ребята, если вы тоже ходите в школу, вот такой вот постер для расписания. Правда, конечно, он уже весь понятный. Есть, конечно, свои минусы. Пол, это лава. Пол, это лава. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного. Чего ты стоял? Таблетка для тебя, кстати, от Кринжа. А все, давай, иди выпей, потом приходи обратно. Ну, я поставлю 5, я не понял, вайба. Я поставила 6, потому что, ну, на самом деле, как будто бы, не знаю, это уже странно. Давай что-нибудь интереснее попробуем. Так, как там была кока-кольная конфета, мы решили попробовать клоун-колу. Просто кола. 7 по базе. 7 база, да, реально согласен. Ну что ж, дамы и господа, приступаем к следующей дегустации. У нас, кстати, есть еще одни сухарики. Меня сегодня на сухарики прям тянет. Здесь у нас... Что-то у меня горло уже все наступает. Я превращаюсь в монстра после той фанты. Стой, 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 дай прочитать. Стоп, это двумали. Так, молосоленый пришелец. Молосольный. Оно пахнет огурцом. Кстати, реально, как будто, вы знаете, типа вот... Захат. Да, да, приехал к бабушке, на тебя гурцами кормят. Так, пробуем. Не, езжу в этом вай. Попробую еще. О, оно со стринкой даже. Для меня это такое, ну, я бы поставила, наверное, 6, потому что я просто острую не очень люблю. 9. Сухари мне очень заходят, ладно. Видимо, вкус мне не понравился. Мы продолжаем. Я вот взяла кетчупная лава. Ого, это, видимо, чипсы с кетчупом. Мне кажется, они тоже будут острые какие-то. На самом деле, вкуса кетчупа я здесь особо не почувствовала, но это вкусно. Ну да, я почувствовал, мне попалась какая-то, какая-то чипсина. Не знаю, как правильно выражать. Я бы поставила этим чипсом 8. Мне понравилось. Не знаю, я, наверное, 7 все-таки, до 8 я не дотягиваю. Итак, ну а сейчас я бы хотела еще вот, я хочу еще чипсов, поэтому кранчи чипсы краб. Вообще, чипсы с крабом мне нравятся, поэтому... Ты каждый раз говоришь, вообще-то мне это нравится, потом пробуешь, такая, ну, что-то не особо. Что-то давать свое мнение, как бы, не так. Что-то я понял. Если сравнивать, там, условно, даже чипсы какие-то лейс с крабом, там, лейс по насыщеннее вкус, но эти прикольные, как крекеры, они вообще зачетные, да. Мне понравились. Ну, короче, я поставлю 8. Я бы поставила 9, потому что мне реально вкусно, мне нравится. Конечно, это не чипсы, а больше крекеры, но все равно. Я бы выбрала что-то из напитков, и на самом деле, я, наверное, хочу вот это. Это у нас диско-вишня. Ого, видимо, это какая-то котировка с вишней, погнали. Давай, ледит. Кстати, вот это нормально должно быть, мне кажется. Ой, стой, 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 стой. А что ты всегда первая пробуешь? Давай я попробую. Нет, королева пробует. Счетчик королевы, сколько уже насчитали, пишите в комментариях. Почему она пенится, подожди? В общем, ребята, на самом деле, эта вишня слишком диско, потому что, когда мы пили, она просто вот так вот свою пену выплескила. В общем, ну, честно, да ты нормальная в меня обтираться. Ребята, отдайте силу просто, пожалуйста. Я бы оценила это, наверное, в шесть, потому что я, ну, мне так не очень понравилось. На самом деле, какой-то химический привкус присутствует. Мы боимся сказать плохую оценку. Нет, на самом деле, шесть. А что мне действительно понравилось, так это продукция чебурашки от компании конфитрейт. Вы только посмотрите, сколько здесь всего. Свитбоксы, маршмеллоу, мармеладки, шоколадки и даже огромное яйцо. Кстати, давайте посмотрим, что внутри. Вау! Вместе с чебурашкой, который мне здесь попался, я собрала пазл, а также здесь есть крутая раскраска. Этот чубик похож на чубик из моего скина в игре. И давайте же посмотрим, что внутри. Вау! И теперь у меня есть такой классный браслет и оранжевый леденцы. Шоколад! Это очень вкусно! Этот чебурашка, кажется, поет какую-то песню, а может быть и да, а может быть и нет. Или клинка шарит за кей-поп, что думаете вы? Оранжевый свитбокс с чебурашкой. Погнали пробовать! Вау! Итак, здесь есть мармелад. И здесь мне попался вот такой вот чебурашка. Но я бы хотела собрать всех. Вы только посмотрите, какая это красота! Ну ничего себе! И здесь еще один браслет. Это выглядит очень круто. Яйцо с подарком. Давайте же его попробуем. Вау! Мне попалась вот такая вот фигурка-чебурашка. Вот такая вот ложка. И самое вкусное. Это самое вкусное, что я когда-либо пробовала. Не верите мне? Тогда переходите по ссылочке в описании. Покупайте продукцию от конфитрейт с чебурашкой. И проверяйте. Ну а мы погнали дальше пробовать еду от Влада А4. Итак, летс гоу. Дальше у нас кукурузные палочки. Безумные цитрусы, кстати. Я хочу дать брейд! Ну, кстати, прикольно. И сладко. Все, хватит есть. Нам еще дегустировать, дегустировать. 9. Нет, 10. Не, реально, вот это 10. Мне вкусно очень. Мне понравилось. Насыщенные палочки, прям такие топовые. Я их себе заберу. Ладно, я пошел. Ну а сейчас я попробую... Ты что пришел? Я попробую кукурузные палочки Тути-фрути. Ого! А чем они? Тути-фрути. Что такое Тути-фрути? Тути-фрути это, не знаю, попробуем. Понятно, спасибо за объяснение. Это вкусно. Ого! Ребята, десятку ставлю, реально, запомните. Тути-фрути. Оно, кстати, на вкус реально как жвачка какая-то, то есть кукурузная палочка, как будто со вкусом жвачек. Итак, ну а дальше я хочу... Вот, смотрите, ребята, тут какой-то шар есть. Это яйцо. Это шар. Яйцо это ты, вот, смотрите. Написано вообще чупа-чупс, и Влада 4 нарисовал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот как мне после нее пробовать? Я не знаю, вообще просто. Мне досталась упаковка. Спасибо, конечно, но... Я открыла игрушку, тут игрушка. И смотрите, это... Ой. Глент! Ты можешь соседать бушкой? Посмотрите, ребята, вот такой вот Глент нам попался. Кстати, я знала, что Глент играет в Роблокс, но... Кстати, если, Глент, хотите коллаборацию, мы к вам обращаемся. Можем сыграть с вами в Роблокс. Ребята, заспамьте комментарий Глент, чтобы вы сейчас на коллаборацию. Этому яйцу я бы поставила оценку 9, потому что на десятку только это яйцо. Вот это, кстати, хорошо было. Спасибо большое. 9. Солидарен. А это когда будем пробовать? Сейчас. Это какая-то сосиска. А, обязательно вытягивать полностью было? Все, а можно я вот на этом моменте, я ставлю Квинку одну и уйду? Лучше на всякий случай. Попробуй с другой стороны. Пробуй! Да я не хочу попробовать. Стой, нет, 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 дай я отломаю просто. Да пробуй. Вот так, нормально, по-пацански отломал просто. Ну, на самом деле, мы уже столько всего попробовали, я бы захотела что-то, ну, попить. А ты оценку дашь, может? Оценка этой колбасе, я ставлю 10, ну, вкусно? Колбасе. Колбаса-то, Влада, А4. Сколько ты поставила? 10. Я поставлю 7. Ну, я не знаю, я не особо люблю просто, ну, опять, у каждого свои вкусы, ребята. Я к моим вкусам это немножко не подходит. Кладу А4, вообще-то. На любителя, как скажем. Ну, я люблю. И вот ты уже стоишь 100 раз вот по этим попкорнам бахнул. Давай попробуем один из них. Какой ты выбираешь, сырный или обычный? Сырный лучше. Он максимально соленый. У меня вообще как будто ни соли, ни сыра. Не, я только соли чувствую. Итак, ну я этому попкорну ставлю... Да что? Сейчас ты будешь мне нос чешется. Ребята, ставлю этому попкорну, знаете, наверное, 6. Я, наверное, ставлю этому попкорну тоже 6, потому что, на самом деле, там ни соли, ни сыра для меня не было. Не знаю, соль была. Так, это у нас черный чай Тути Фрути. Кстати, Тути Фрути мы уже пробовали с кукурузной палочкой. Да, поэтому мне кажется, это должно быть вкусно. Знаешь, что хочу подметить? Стой, стой, стой. Давай я открою. Я не почувствовала такого же вкуса Тути Фрути, как в кукурузных палочках. Как будто бы это чай, ну, просто с каким-то ароматизатором. Ну, довольно вкусно. Ну, я бы поставила, наверное, 7. 8. Мне понравилось. Не знаю, прикольный вкус такой, необычный. Я говорю, опять же, в холодильник поставьте вообще зачет. Да, но если бы, наверное, в холодильнике, я бы поставила ему 8-9. Так, дальше я бы хотела попробовать вот такие вот подушечки с клубничной начинкой. Пробуем. Я в детстве, кстати, любил. Продавались такие подушечки, помню. Ну, эти подушечки вкусные, но у них есть один маленький минус, что они прилипают к зубам. Ну, не знаю, может, это мы просто с такими зубами, что ты взялась? Просто зубы. Глент. Я бы поставила, наверное, им 7. Я, наверное, все-таки тоже 7 поставлю. Как бы они по вкусу норм. Типа, единственное, что у нас, наверное, зубы кривые, просто косые. И все липнет. Хорошо, что мы пошли по подушечкам, я бы предлагаю попробовать подушечки шоколадный серий. Стой, подожди, тут ковбой какой-то. Как там песня была? Королева пробует. Все, давай сюда. Мне прям нравится. Вкусно, шоколадный. 9 ставлю, 9 ставлю. Дай, 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 дай. 9 ставлю, едем дальше. Я поставлю этим подушечкам 9. Баблгам, ребята! А вы знали, что мой второй аккаунт с лицом в лайке называется Баблгам? Это я. Хи-хи. О, все, открыл, кстати, здесь розовый как оттуда. А я продегустирую, только мне нужна трубочка. Мог поаккуратнее подать! Королева перед тобой стоит! Сигма. Здесь у нас написано, что это Баблгам с кусочками кокосового желе. Продегустируем. Вкусно-насыщенный, Баблгам. Кстати, сколько ты поставила Баблгам? 6. 9. Очень вкусно. Я просто такое не очень пью, я вообще газировки не пью. Мои оценки, ребята, субъективны, потому что, не знаю, может вам, если вы такое любите пить, то вам понравится. И рис, карамель я бы поставила, наверное, тоже даже 5, потому что просто мне он меньше понравился, чем Баблгам. Ну да, я так не особо люблю. На самом деле, похоже на ту, которая была, и я поставила бы, наверное, 9. Мне, кстати, вот это больше, чем больше нравится, 7. Итак, ну а сейчас давай еще одно маршмеллоу возьмем, раз уж мы по маршмеллоу. Тут они уже побольше, они такие беленькие, красивенькие. Вот это я, кстати, очень люблю, аромат ванили и пломбира, мне очень понравилось, поэтому я бы поставила даже 10. 7. Это у нас какие-то, ой, полный кислец, супер кисло. Полный кислец, ребята, дорогие друзья. Куда ушел? Я отдыхатель. Давай, иди, мы пробуем, дегустируем. Какой вкус полного кислеца ты бы выбрал? Ты мне спрашиваешь? Да. Давай, это, мне без разницы, вообще, смотри, вишня, черешня. А я тогда возьму вкус мультифрукта пробовать. Я люблю такие штуки кислые, 9. Мне тоже понравилось, я ставлю 9. Ша-лоу, кинка закончилась, и словарный запас. Итак, ну а сейчас мы перейдем к напиткам. Итак, какой же напиток ты хочешь? У нас остались. В любой, давай, вообще, я в любой. Лимонтан. Холодный чай, царь, груша или, а, это мы уже пробовали. Три напитка у нас осталось, и какой ты выбираешь. А стой, а давайте с закрытыми глазами выберешь. Ма, ма, ма. Все, давай мне уже такую руку. Итак, ты выбрал. Стой, что ты выбрал? Холодный чай, лимонный серфинг. Ну, кстати, это такой все. Кстати, как будто бы по ощущению просто обычный чай. Ну, на самом деле, мне кажется, если бы он был холодным, был бы вообще топ, но я ставлю ему 8. Ну, я всем поставлю, просто мне кажется, у меня даже вкус притупился из-за того, что я поел вот этих всяких кислинок, и мне уже кажется не таким насыщенным, на самом деле. Ну, а сейчас я бы хотела попробовать вот это. Это, ребята, полный кислет с дрожжей. Я думала, это холодок. Оно не кислое, но вкусно. Я поставлю 10. Ммм, кстати, реально вот такие штуки я люблю, десятка. В общем, ребята, у нас тут есть какой-то еще один полный кислет с дрожжей. Так как это поесть-то? О-о-о! Ты знал, что-то кормозный, потому что я говорю, что у меня руки собрала не из-под меня тоже. На словах не верить, вот посмотрите. На самом деле вкусно, но я поставлю, ммм, наверное, 7. Десять. Так, ну а дальше, ребята, у нас остались вот такие наборы. Давай, ты откроешь этот, а я вот этот. Итак, здесь у меня вот такие наклейки. Оп, они у нас одинаковые? Ну да, у нас же одинаковые наборы. Вот, пожалуйста. Вот, вот такие наклейки и... У тебя брелок. У тебя не было брелка? У меня вот это, насадка на карандаш. В общем, ну в целом, я бы поставила... Ребята, вы дождались, наконец-таки нашли приспособление, наклеечки. Я бы поставила этому набору 7, потому что для меня мало наполнения. А я поставлю 9, потому что у меня попался брелок. Давай, я печенье попробую. А у нас есть целых два варианта печенья. Одно. Двойные шоколадные, другое двойные сливочные. А что вы выбрали вы? На самом деле, я хочу попробовать сливочные шоколады. На, пробуй. Очень похоже на Oreo, на самом деле. Смотри, вот у нас почти одинаковый. Ну да, кстати, реально очень похоже. Я поставлю 8. А вот мне вот эти очень понравились, я поставлю 10. Ну давай я хочу попробовать, что было у тебя. Эти и правда очень похожи на Oreo, поэтому я поставлю им, наверное, 9. Ну я здесь восьмерочку влеплю, мне эти почему-то больше даже понравились. Ну, в целом они что эти, что эти очень вкусные достаточно. Еще один попкорн. Опа, вау. Обычный соленый попкорн. Ну, на самом деле, попкорн вкусный, обычный соленый, но я поставлю ему 9, потому что, ну, он реально вкусный. Восьмерочка. Ну, ему же оценивает, значит, ну нормально, пойдет. Ну, на самом деле, вкусно, типа. Ты все вот оценки заметите одно и то же. А у тебя что, что-то разное? Квадрат шоколад с печенькой-начинкой. Ого. Эдитр Спорт похож на Квадрат. Это что-то новое. Ну, давайте попробуем, что это такое. Ну, это, кстати, вообще офигенно. Десятку ставлю, уверенно. Я бы поставила 10. Ну да, вкусно. Я бы перешла к напиткам, и сейчас я хочу попробовать либо Царь Груша, либо Лимунтан. Что ты выберешь? Мутанта, конечно. Мутанта. Мне кажется, это просто как по вкусу Мохито будет, и все. Похоже на просто лимонад, но, честно, я не очень поняла вкус. Поэтому, ну, я бы поставила, наверное, 6. 6? Ну да, 7 поставлю норм лимонад. Просто обычный какой-то тоже базовый. Итак, ну, у нас, конечно, выбор уже стал намного меньше. Что ты хочешь из этого попробовать? Кажется, вот такой бокс хочется открыть, посмотреть. А это у нас бокс, какой-то кэнди пари сладкий бокс. Ибо дизайнс. Распаковка. Опа, вау. Здесь у нас. А, мы пробовали черника и малина мы пробовали. Вот это что-то, я не знаю. Это грибочки. И здесь просто, ребята, у... О, там эти конфеты. Самые конфеты и попкорн. Он сладкий, видимо, он сладкий, смотри. Так, это кажется карамель и попкорн. Ну, у меня мало карамели, поэтому я поставлю... Попкорну десятку ставлю. Мне очень нравится. Он прям в меру такой, вообще кайф, балдеж. Но я люблю такое печенье, я вот часто кушал. Этим грибочкам я ставлю, наверное, 9, потому что я такое люблю. Ну, и в целом, этому боксу, кстати, я ставлю 10, потому что на самом деле там все вкусно, все прикольно. Мне нравится. А сколько он стоил, кстати, ты не знаешь? Вот тоже нормально было бы оценить по цене и, так скажем, цена-качество. Кстати, тут еще наклейки лежат какие-то вот. А, наклейки, прикольно. Вот это... Это на потом. Ладно, я понял. Вот это, ребята, посмотрите, фруктовый макси какой-то. Ну, давайте попробуем. Я не понял. Брелок. Это все, что здесь есть, в таком огромном яйце, только вот это. А что это? Дай посчитаю, пожалуйста. Фруктовые постилки. Ну, давай, подойди сюда. Это просто мармелад. Ну, за такое яйцо я поставлю, наверное, 7, даже 5. 5 я бы поставил, да. Мне не очень понравилось заполнение, потому что тут только брелок и только мармелад. В таком огромном яйце. Ну, конечно, ожидание, реальность. Да, припитываю. А сейчас мы перейдем к вот таким вот шокобат. Это шокобат? Шокобат? Шокобатный батончик с ванильным блопсами. Ну, по вкусу, как сникерс, кстати. Просто нуга есть и орехи. Восьмерку поставлю. Типа, это обычный батончик, как сникерс, то же самое поставлю. Я поставлю 7, потому что я просто не очень люблю такие батончики. Ну, а сейчас мы откроем... Это давно не было. Напиток царь-груша. Скорее всего, это лимонад, хоть груша. О, как груша пахнет, обожаю грушу. Да, это обычно как будто лимонад какой-то дюшец или буратино, как оно называется? Реально дюшец. Я поставлю 9, ну, стандартный, базовый. 8 на дюшец. Итак, я хочу попробовать теперь шокодраже. Два шоколада. Ну, давайте попробуем, что это из себя вообще представляет. Ребята, посмотрите. А, ну да. Это драже, вот так оно выглядит. И, ну, я бы, наверное, хочу белое. Я бы ставлю 9. 10 ставлю. Не знаю, мне пока, я бы сидел вот так, ел, 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 ел. Ну, а сейчас ты выбираешь, что мы пробуем. Бокс. Вот что-то такое. Это, наверное, мармелад. Ну да, походу. Вот такой значок. А4, кстати, прицепите. О, нормально, прикольно. А это у нас мармелад. И он какой-то... Ой, это мишки вот эти. Честно, этот бокс, кстати, прикольный тем, что, во-первых, есть вот такой значок, вот такой брелок. Ну, а мармелад, на самом деле, мне не очень прям понравился, но мне кажется, на любителя ей довольно вкусно. Короче, не оправдываюсь. Но я на самом деле 6 поставил, он достаточно такой твердый. Я ставлю 7. У нас осталось вот такое огромное яйцо с твою, кстати. О, смотрите, ребята, два яйца в кадре. Вы что вообще? Ребята, просто запечатлите этот момент. Ребята, и выложите во все социальные сети. Мы вас будем замечать. Готов? Давай, раз, два, три. Ага, ладно. Давай разбирай. Итак, здесь у нас есть Влад А4, и здесь реально какие-то вот задания. Посмотрите, ребята. А, здесь на логику, короче, про разукрашки всякие. Ну да, мы решать, конечно, не будем. Вау, посмотрите, здесь сразу сколько всего. Вот такой вот А4. Это пуллер, наверное, тот самый. Это значок. Еще один брелочек пола-талава, потому что у нас он уже был. Кстати, такое яйцо 1000 рублей стоит. Такому яйцу, на самом деле, я поставлю, наверное, 6 или 7, потому что, на самом деле, дороговато за это все наполнение. Ну да, я согласен. Но яйцо классное, мне нравится. Конечно же, сам яйцо. Итак, у нас осталось всего лишь две позиции. Это чипсы, дрожжи в форме, часиков со вкусом клубники. В общем, мы пробуем дрожжи. Это мои слезы. Как это открываются, эти дрожжи, часики, ребят? Да, я открою. А как это пробовать? Типа, вот, ну... О, есть контакт. Нормально. Прикольно. В целом, это, на самом деле, вкус детства, потому что я, когда была маленькая, всегда любила вот такое вот, в общем, покупать себе. Поэтому я считаю, это для детей вообще идеально. Я бы поставила бы, наверное, 9. Я тоже девяточку поставил бы. Последний гость нашей программы, это чипсы со вкусом пельменей. Что? Давай пробуй. Вот это, кстати, реально заинтриговала меня штука. Чипсы со вкусом пельменей. Это, кстати, финальная просто упаковочка. Упаковочка, пожалуйста. Итак, ну тут, кстати, довольно мало. Так, а что за вкус, подожди? Это лук и сметана. Ну, на самом деле, вкусы пельменей я особо здесь не чувствую. Лук и сметана. Но это еще не все, потому что у меня остались секретные ингредиенты. На самом деле, вот, я подготовила еще пончик. Точнее, не подготовила, а купила. Это от Влада А4? Да, пончик от Влада А4 и вот такая кола от Влада А4. Попробуешь? Давай попробую, окей. Подожди, а что он такой мерзкий? Это вообще настоящий? Да. То. Это же не настоящий пончик, ты меня за дурка держишь. Давай лучше колой попью, что-то более адекватное. Ты меня надурить хотела так? Ну, что такое? А это просто слизь кола. Стой. Вот такая слизь, ребята, и небольшой пранк над Бодобумщиком. Кстати, пранки тоже от Влада А4. Вот, пранк с пончиком. Просто пончик уже, видимо, полежал и стал немного некрасивым. Ну, а пранк со слизью удался. Ну, что ж, а на этом наш видеоролик подошел к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте писать комментарии, ребята. Ну, а мы погнали дальше. Всем пока-пока. Помогите.